Лето с котом Магнит. Каникулы полные приятностей и полезностей. Фломастеры разных цветов, ножницы, клейкая липкая лента, ленточки для хвоста и моток какой-нибудь плотной веревки. Для начала нам нужно сделать из этого листа квадратный лист. Чтобы это сделать, необходимо согнуть под 90 градусов. Итак, теперь нам необходимо отрезать вот эту лишнюю часть, чтобы получился квадратный листок. Все. Лишняя часть нам не нужна. Откладываем ее в сторону. Получился вот такой замечательный, классный квадратный листок. Дальше приступаем к формированию самого бумажного змея. Нужно отогнуть стороны к середине под 90 градусов. То же самое делаем и с другой стороны. Смотрите, чтобы они были ровными и аккуратными, чтобы змей по итогу получился красивый и симметричный. Ну, почти похоже на бумажного воздушного змея, но нам необходимо сделать вот такие уголки. Туда мы будем крепить веревку. Отгибаем с одной стороны, затем с другой стороны. Так, теперь нам необходимо сделать здесь небольшие отверстия, чтобы можно было за что-то прикрепить веревку. Для этого потребуется канцелярский нож. Имейте в виду, с ним нужно работать очень аккуратно. Вам нужно сделать небольшие дырочки. Там посередине. Чтобы дырки получились немножко покрасивее, можно помочь сформировать их вот такой ручкой. Скоро мы закрепим туда веревки, а прежде предлагаю немножко раскрасить нашего змея, чтобы его на небе было видно и он радовал всех вокруг. Итак, вам потребуется фломастер. Берите любой и давайте нарисуем какую-нибудь милую рожицу. Предлагаю добавить еще немножко веснушек, потому что он будет летать рядом с солнышком, а солнце, как известно, иногда дарит веснушке. И, по-моему, получилось симпатично. Сделаем тоже какие-то небольшие кружочки красивые и с обратной стороны. Тут вы можете разукрашивать его как хотите. Какое у вас сегодня настроение, какие фломастеры имеются, не обязательно повторять за мной. Можете просто любые узоры нанести на свой раздушный змей. Так, скоро мы сюда прикрепим веревки, но прежде предлагаю сделать ему такой большой хвост, который будет прямо по ветру вестись, и там его будет видно издалека. Нам потребуется вот такая атласная широкая лента. Давайте отрежем. Ну, примерно сантиметров 50-70. Теперь необходимо прикрепить эту ленту вот сюда, к основанию. Сейчас нам потребуется клейка ленты. Прямо у основания располагаем нашу с вами ленточку. Скотч убираем в сторону и вот так аккуратненько приклеиваем его с этой стороны и в уголки поджимаем с этой стороны. Такой большой шикарный хвост получился. Немножко чего-то не хватает. Давайте сделаем разные узелки других разных цветов. Для этого нам потребуется уже другая ленточка, например, у нас есть такая оранжевая. Вы можете привязать туда какие-то веревочки, шнурочки. Шикарный хвост, как по мне. Так, ну а теперь дело за самым главным. Нам необходимо как-то прикрепить его к веревкам. Мы с вами уже заранее сделали специальное отверстие, куда мы будем крепить нитку. Вам потребуется нитка. Желательно, чтобы она была плотная, чтобы наш воздушный змей не унесло ветром, и он от нас не улетел. Так, для начала нам нужно отрезать два небольших фрагмента. Примерно сантиметров по 30. Теперь продеваем в наше отверстие, которое мы сделали заранее. Готово дно. Здесь нужно сделать какой-нибудь крепкий узелок. Лишнее можно отрезать. И то же самое сделаем и с другой стороны. Второй. По-моему, держится крепко. Отлично. Все лишнее мы отрезаем. У нас получились вот таких два рычага практически, которые мы теперь соединяем вместе, между собой. Должно получиться примерно так. Теперь к этому основанию, к этой веревке, мы крепим уже нашу большую веревку с мотком. Отмерьте себе, я не знаю, сколько метров. 10 или 15, чтобы ваш воздушный змей высоко-высоко-высоко плавал в облаках. Привяжем его здесь. Все лишнее можно отрезать. Ну что, вот такой воздушный змей у нас получился. Скорее бери друзей и бегом на улицу, чтобы попробовать испытать его в небе. Удачи! Лето с котом Магнит. Каникулы полные приятностей и полезностей.